Харьковчанин Валерий Шапка рассматривает свой новенький загранпаспорт. Мужчина рассказывает, особых проблем с получением документа у него не было. Все быстро и без нервов. От старта до финиша, 17 января я сдал документы, и сегодня, 1 апреля, пожалуйста, получаем паспорт. Загранпаспорт должен быть у каждого гражданина Украины. То есть гражданский, мало ли, что придется, куда придется. Выехать за рубеж, путешествовать. То есть это не первый мой паспорт, который я получаю. Переоформить паспорт и вписать туда информацию о детях пришла Алла Парцирная. Надеется, что ей удастся избежать томительного ожидания в очередях. Женщина вспоминает, что за первым паспортом пришлось походить. Это очень давно было, когда я оформляла свой первый паспорт. Это было, наверное, лет 15 назад. Конечно же, вся эта процедура с оформлением паспорта, она связана с всякими бюрократическими проволочками и так далее. Но надеюсь, на этот раз все будет гораздо быстрее. В зале выдачи и оформления документов особого ажиотажа не наблюдается. Люди приходят, получают номерки и ждут своего времени. Для облегчения оплаты стоят специальные терминалы. Просто люди подходят, говорят нам оплату, мы сами вводимся и отдаем в течение минуты. Надо стоять в огромную очередь. В управлении говорят, количество людей увеличилось по сравнению с 2013 годом на 26%. И это только за первые три месяца. Причины – приближение сезона отпусков и новые взаимоотношения с Россией. Ежегодно наблюдается увеличение в среднем на полтора раза по сравнению с предыдущим. Особенно количество обращений граждан Украины наблюдается в весенне-летний период. А сейчас это связано еще с изменением законодательства российского, согласно которому с 2015 года граждане Украины могут въезжать в Россию по заграничным паспортам. Для того, чтобы удовлетворить всех желающих, в подразделениях Миграционной службы Украины ввели дополнительные дни приема. В частности, в Харькове в марте больше 2000 человек воспользовались такой возможностью и успели подать все необходимые документы. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.